Всем добрый день, друзья. У нас туман опять. В общем, смысла нет куда-то ехать. Сейчас по городу покатаемся. Теперь папик загрустил. Да, я загрустил. Я так кисловодцам хотел поехать. Загрустил. Но все равно уже чувствуется, что я всю жизнь здесь живу, в этом городе. Уже все равно чувствуется, что будет завтра, послезавтра потепление будет. Это сто процентов. Зато пообещал мне сегодня духи купить. У меня праздник. В общем, хитрыми дорогами поедем, чтоб в пробках не стоять. Пообещал мне собрать все далишки. Сальвадор Дали. Сальвадор Дали, да. Уже сколько у тебя? Ой, ну... Вообще, я люблю Органзу, Дезор и Герлен. Ну, ты сейчас их не найдешь, да? Почему? Ну, в Вауре были. Абери в Гоши. Абери в Гоши. Ну, там, я сказала, тебе цену 7. Ну, да, там цена 7. Ну, мы не будем говорить, за сколько мы покупаем. Рыбные места не выдаем. Ну, а Дали они такие. Ну, мои любимые. Я их тоже люблю, но они такие бюджетные. Пойдет нормально. Вот я их собираю. У вас кто что собирает? Да. У меня бейсболки, фуражки. Сейчас кубанку еще себе купить. А я так поделать. Если, друзья, будет еще хорошая погода, она, естественно, нас будет. Мы еще в Лобинск поедем, и я себе купанку присматриваю хотя бы. Может, покупать и не буду. Ну, а что присматривать? Надо покупать, где присматривать? Ну, как-то не обращал внимания, продаются они там или нет. Кажется, есть они там. Нет, нет, я думаю. Там с камерой беспонтово ходить. Они неадекватно, там люди некоторые реагируют на камеру. Поэтому все не видел, там есть кубанка или нет. Разные головные уборы там, все меховые там изделия есть, конечно. Такой у нас туманчик, но он всегда у нас туман. В Ставрополь весна-осень без тумана, это не вариант. И зима тоже с туманом. Зима с туманом, да. В общем, мы напустили туману, дали флёру. Задухи сказала, пообещала купить сегодня. Я теперь вообще с утра как узнала. В общем, покоя нет. Все бросила. Сейчас поедем по улице 50 лет в ЛКС. И на Южный рынок мы поедем. На Южный рынок не за туманами, а за коробками. Ну там да, он там знакомый работает. В обувный магазин мы пойдем. Пойдем. В рубки заберем. Для посылок. Обувь тоже мы всего Вардана покупаем. Качественная, хорошая обувь. У меня одни туфли есть. Я не знаю, сколько я их ношу лет. Кожаные летние туфли. У них вообще с носа нет. Да, у него... Я не знаю, но лет 8, наверное, их уже не меньше. Круги на поезд, ничего не делали. Ничего. Я-то носилась до профилактики. Уже и выбросить надо, а носятся и мысятся. Ну так же мои серые туфли. Я даже не помню, за сколько я покупал. Он говорит, такие в Москве 8 тыс стоит. Бери. А мы за 3 покупали. Да, за 3 или за 3,5. Я просто не помню. Ну мы у него уже давно покупаем. До лет, наверное, 12. Ну не меньше. Кстати, сейчас будем проезжать. У него здесь магазин находится. Сейчас он на ремонте. Не знаю, будет он его открывать или нет. Магазин шикарный. Обувь мечты. Да, обувь мечты называется магазин. Все подружки мои. Обувь качественная. И главное, по цене она недорогая. Ну в смысле недорогая. Сейчас вообще... В отношении с другими магазинами, я имею в виду. Их, конечно, и по 16 западе. Ну и есть. Он нам уже продает там не по такой цене. Да, для нас недорогая. Я не так выразился. Но нам скидку хорошую дает. И в рассрочку может продать. Чем мы пользуемся. А что, у нас две женщины в доме. Машка и я. Еще Машка духи не просит. Вот радость. Кстати, вот здесь в магазине. Вот обувь мечты. Вот здесь подвальное помещение. Большая площадь. Большая площадь, да. Ну там не только, конечно, продаются обувь. Там и сумки продаются. Там мужская обувь. Но в мужской обуви выбор небольшой здесь. В основном большой очень выбор женской обуви. А в космосе у него мужская обувь? Думаю, девушка будет переходить. Страшно. Что, что взять? Ну ты просто не водитель по этому. Нормально все. Ну я не знаю. Мне кажется, я никогда не спала на эту машину. А у меня же мама в 77 лет. Она еще машину хочет купить. Говорит, небольшую иномарку я взяла бы, говорит, и ездила бы. Ну когда она ездила на Икеи, ей весь город боялся и знал. Нет, а у других иномаров. Поэтому... Отстал мне, перекрыл здесь все. Болван не знает даже как разъезжаться надо. Вома била машину. Ну смотри, Гля, Пушкинского нет. Вот здесь у нас Пушкинский магазин был, кстати. Хороший магазин такой. Юрка Медведев, одноклассник мой. Он же начальником охраны здесь был. Это мы хитрой дорогой поедем здесь. Потому что у нас 45-й параллели, как всегда там пробки. Мимо магазина ОК. Это район 23-й школы. Слева 23-я школа. Потеплело. На следующей неделе за мясом мне ехать. Нам накоптили мясо. Органический продукт. Да. К Новому году хорошо. Вот магазин ОК, кстати. Нет, еще не к Новому году. Потом еще закажут. Попробуйте. Ну, домашнее мясо. Все домашнее. С Буденовского нам передают. Это мы уже на улице до Ватерц. Это такая подъездная-объездная тоже. Уже как этот бульвар. Ну, в смысле, как уже трасса. Трасса уже вправо. Да, видишь, как понастроили. Не замечаешь успевать. Нет, я имею ввиду. Вот съешь сюда, видишь, и нету. Да. Люди легких путей не ищут. Тетя, доезжай уже. Да, тетя? Дядя или тетя, не знаю. Ну, еле едет. Тетю не надо, друг. Пусть тетя едет. Да. Я из женской солидарности. Я не против женщин. Я, наоборот, за женщин всегда. Я всегда из женской солидарности. Потому что для меня женщина-водитель это героиня. Так. Эта улица у нас новаторцев. Как раз мы на нее сейчас уезжаем. Правда. Вот мне кажется, женщины за ровно так. Вообще настолько круто. Это потому что у тебя нет желания водить машину. У меня? Да. У меня всегда много желаний. Ну, я понимаю, что... Ну, не вождения машины. Нет. У меня не аналитический склад. А там надо соображать. Мне же даже соображать нельзя. Что им соображать? Что им соображать? О, кgebra, то так сделать... Так.